Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы посмотрим запись моей битвы с Блунариусом, с элитным боссом. Это на самом деле карта такая довольно-таки тяжелая, ну, она мне, по крайней мере, не очень понравилась. Я в ней почти никогда не играл, а тут еще и босса на ней сделали, и прям было тяжело и непривычно. Как вы можете заметить, я поставил модификатор маленькие шары. Я на самом деле давно его хотел поставить, он у меня еще открыт с сентября, но почему-то каждый раз, когда я открывал настройки, я читал не маленькие шары, а большие. И я и не понимал, а что, я же вроде маленькие открывал. И только сейчас я додумался, нормально прочел и действительно увидел, что у меня все то стоит. Так что вот, а так, перед началом вот всего моего разговора, я хочу попросить вас о том, чтобы вы подписались на мой канал. Те, кто еще не подписан, так как это будет давать небольшую мотивацию снимать дальше, продолжать что-нибудь новое придумывать или выпускать видео почаще. Так что вот, вся как бы надежда на вас, надеюсь на ваше понимание. А так мы продолжаем. Также, кстати, могу сказать о том, что у меня есть свой дискорд канал, где уже более 70 человек часто между собой общаются, играют, дают какие-то советы, делятся новым. И вы можете также стать частью этого сервера, ждем вас, ссылка будет в описании под видео. На данный момент я уже поставил первую банановую ферму, сразу же после Бенджамина, максимально быстро надо вот делать, сейчас мы немного хп будем, конечно, тратить, терять. Ну да ладно, единственное что, у меня прям уже в голове отложилось, к 10 раунду надо прокачивать обезьяну с дротиками. Потому что там идут такие вот шары, опасные довольно-таки, точнее очень много синих шаров, что будет затруднять. Если мы не прокачаемся, как минимум, нам отнимет очень много хп. А до этого раунда мы можем, в принципе, смело качать нашу банановую ферму, что я и сделал на видео. И вот сейчас уже все, я начинаю вот копить и сразу же прокачивать. Как вы можете вот сейчас заметить по раунду, еще не так много идет шаров, потом они немного ускорятся. И если бы я не вкачал, было бы действительно намного сложнее все это проходить. А так, вроде бы, пока что более-менее справляемся, как вы видите. Вот тут вот я бы вообще поплыл, если бы не прокачал. И то, несмотря на мою прокачку, два шара пролетело. Я бы, конечно, мог все прокачать обезьяну, может быть, я их уничтожил. Но все-таки два шарика это не так опасно, поэтому я уж решил лучше сэкономить и поставить еще одну банановую ферму. Ну, по крайней мере, отложить эти деньги на нее именно. Так, вот мы ее накопили, сразу же ставлю. Я прям, знаете, максимально контролировал наши деньги, их количество. Что, например, накопили 500, прокачиваем ферму. Накопили 600, прокачиваем ферму. Накопили 1225, поставим новую ферму. Тут же, мгновенно. И пробовал по-многому. То есть я сначала делал тактику, что ставил 8 ферм, прокачанных два раза наверх. А потом пытался поставить несколько рынков. Но у меня как-то это не очень срабатывало. Почему-то далеко я толком не уходил за этого. И потом я начал ставить просто одни вот эти вот фермы, которые два раза наверх. И как-то с этим у меня действительно получилось получше. Здесь я поставил уже подводника, потому что он очень сильно помогает. И в этот момент я, кстати, понял, что действительно я сделал просто 200 IQ move. Так как, вот видите, 15-й раунд, он сложный. Он действительно сложный. Но я, добавив одного подводника, смог пройти его без каких-либо потерь. Несмотря на то, что в предыдущие разы я пытался прокачивать обезьяну с дротиками два раза посередине и три раза снизу. На что бы у нас ушло 800 монет. А так, поставив подводника, я сэкономил более 500. А это как бы очень много, с учетом того, что это всего был 15-й раунд. А сейчас просто пока что ставлю дальше фермы. К счастью, прям как таково проблем пока что у нас не должно возникать. Единственная следующая трудность, это на 27-м раунде, ну вроде на 28-м, появляется эти, свинец. Ну к нему мы тоже готовы. Мы просто обычного алхимика поставим и все. Почему-то я думал, что алхимика надо прокачать два раза посередине и только тогда он может пробивать свинец. Но мне один из моих зрителей сказал, что он это может делать сразу же. То есть после того, как мы его поставим, он уже справляется со свинцом. Для меня это было прям такое открытие. Ну это классно, мне прям понравилось. И вот, кстати, вы тут можете заметить, что я до этого ставил вот 8 ферм, а только потом начал качать рынки. Здесь я уже такой, поставил всего 5 ферм и сразу же перешел на рынки. Главное тут пока что успевать все собрать. На всякий случай прокачал дротикометчика. И пока что вроде бы мы справляемся. Копим на первый рынок. Потому что деньги, это тут, это наше будущее, это наше все. Вот я не знаю, как я жил вот без этих рынков. Ну что я без ферм вообще. И ведь пытался еще с чем-то справиться. И я есть, ну вот понимаю, что как бы без них очень тяжело. Так, вот здесь я уже поставил алхимика. Получаем деньги такие прям хорошие. Тут я что-то не знаю, наверное, надо было рынок ставить. А я что-то тупанул. Прав и кашел. Мы, может быть, дополнительные монеты 40 получили. Ну 40 монет, это как бы они на полу точно уж не валялись. Так, тут надо алхимику я поставил на прочную. Чтобы он именно так целился. А то иногда это может как-то помешать и усложнить. Так, тут уже мы начинаем копить на третий рынок. Идем прям до последнего. Ну практически до последнего. Не ждем, знаете, так что на 35 раунде уже начинаем копить. Для борьбы с боссом. Копим прям под конец. Вот знаете, успеем, пока он там пролетит. Если что, будет еще время. И все у нас будет хорошо. Я, по крайней мере, на это очень сильно надеялся. Когда проходил эту карту. Вот действительно, как бы, карта-то нормальная. Ну, непривычная. В том плане, что тут очень много, как бы, дороги. А они все вдалеке от основных радиусов обезьян. И вот как раз таки вот этот вот пост, который можно снести, он помогает. И вот эти две скамейки по бокам. Они тоже хорошо помогают. Но, к сожалению, на них практически никого нельзя поставить. Они реально, они очень маленькие. Ну, как вышло, так вышло. Но пока что, вот видите, 36-й раунд. Я тут поставил уже 5 рынков. И скоро вы увидите, у меня такой фейл классный. От которого, ну, я сам от себя его не ожидал. И, типа, прикола вообще не понял. Как это вышло. Ну, точнее, я понял, как это вышло. Но я не понял, зачем я это сделал. Так. Вот у нас тут деньги копятся. И вы видите, я просто беру и качаю банановую плантацию. Ну, вот куда она мне сдалась? Она мне вообще никуда не сдалась, эта банановая плантация. Что вот это такое? И тут я уже что-то тыкаю. Такой думаю, что происходит? Зачем я это сделал? Ладно, я хотя бы, знаете, сразу же осознал прикол. То есть, нет того, что я пол игры вот с этой банановой плантацией отыграл, а только потом осознал. Я осознал сразу же. Ну, ошибка это, конечно, да. Была довольно-таки большая, как по мне, по крайней мере. Сейчас начинаем прокачивать обзену с бумерангами. И вот уже босс у нас приближается. А я как бы еще и ниндзя не прокачал. Поэтому немного опасно. Так вот у нас все получается здесь. Накопил вот хорошие уже деньги. Но наша главная задача сейчас накопить на липкую бомбу. Вот, деньги прям хорошо пошли. Босс у нас. Все, липкая бомба есть. И теперь надо бы как-то прокачивать наших бумерангов. Ну, тут я тоже как-то не досмотрел, не доглядел. А, нет, доглядел. Нормально. Все, хорошо. Так. Что, я справлюсь? Нет. Вот как вы видите, да. Все-таки я действительно тут не справился. Значит, у меня память не ошиблась. А то из-за нескольких попыток уже иногда стирается, что и где именно я мог сделать. Поэтому мы будем продавать эту нашу банановую плантацию, которая нам как бы не сгодилась. И прокачаем еще одного нашего господина Глефа. Прима Глефа. Тут он Прима. И вот их двоих должно точно хватить. Все должно быть тут хорошо. И также будем прокачивать сейчас Алхимика, потому что Алхимик тоже очень сильно их бафает. Также можно поставить деревню по верхней линии на немного. Потому что она тоже сильно их усиливает. Она усиливает же обычных обезьян. А как раз-таки обезьян с бумерангами являются обычными. Так. Тут я ставлю на всякий случай второго ниндзя. Потому что одного я как-то не очень доверяю. Тут я еще долго думал, знаете, куда бы его поставить. Что это вот сделать. Что вот посмотреть. Но с двумя вот как бы будет надежнее мне, по крайней мере. И вот мне кажется, это правильный ход с моей стороны. Так. Тут вот уже пробили ему 20 тысяч. То есть чувствую себя тут пока что уверенность с учетом того, что он прошел всего одну линию из трех. И как я понял, элитный. Ну вообще этот босс, он всегда появляется с левой стороны. И удобно, ненормально. Добавил тут еще одну обезьяну с бумерангами. Потому что я понимаю, что как бы босс все дальше и дальше идет. И уже постепенно обезьяны с бумерангами перестают справляться. И тут я уже начал немного добавлять наших ферм. Увеличивать их количество. Чтоб получше у нас все было. И тут я также себе поставил вот таксику. Что надо обязательно ставить деревню. Хоть мы и не можем сделать Альзианополис. Но мы можем поставить деревню и прокачать ее по нижней линии. Что позволяет вырабатывать фермам больше денег в радиусе этой деревни. И как бы, если здесь я поставлю деревню в последнюю очередь, когда все прокачаю. Когда я начну делать такой второй круг. Я как раз таки начну сразу же с деревни. Чтобы потом у нас для ферм уже была скидка. Мы сэкономили деньги какие-то. И уже сразу же этот круг нам начал выдавать как можно больше денег. Так. И вот здесь вот, к счастью, я все справляюсь. Тут я понял, что уже все хорошо. Сразу же продаю ниндзя и еще одного примоглефа. Вот двух примоглефов я оставил. Я взял на ниндзя. Им в принципе предостаточно. Чтобы справиться до 60-го раунда. Ставлю деревню и нашего бананового фермера. Потому что я немного сам уже устал все собирать. Хотя на самом деле надо стараться привыкать делать все самому. Потому что у меня довольно-таки большие деньги тратятся на покупку этих вот фермеров. Конечно, все равно я умудряюсь зарабатывать деньги и выходить в плюсы. Но как бы иногда из-за нескольких попыток приходится немного затратиться. А тут у нас уже 52-й раунд. Здесь я начал копить на бананово-исследовательскую лабораторию. Продал одного примоглефа. Чтобы как можно быстрее накопить эти 19 тысяч. И на самом деле мне тут немного было страшно. А то вдруг вот так вот продам. А все. А нам сил не хватит. Ну несмотря на то, что тут как бы у нас есть алхимик. И еще усиление деревня. Поэтому я так думаю, что у нас все должно быть в порядке. Для того, чтобы справиться со вторым классом. Нам надо уже поставить эту ярость. Воплощение ярости, который друид. По нижней линии. Также мне еще посоветовали, что можно будет использовать. А как они? Мэда. Это драктикомет, прокачанный посередине. И как бы да, действительно он силен. И я даже 2 или 3 раза с ним попробовал. Но подумал, что все-таки воплощение ярости будет для меня получше. Так как Мэд в основном наносит большой урон именно по дирижаблям. По вот этим вот всем. А которые шары уже вылетают. Он тоже по ним урон наносит. Но уже тяжелее. А воплощение ярости оно как бы автономно. Оно само бьет. Потом находит цель. И у него очень много снарядов. Которые вот наносят большое количество урона. Следовательно он может расправляться с большим количеством целей одновременных. Так, тут мы уже накопили 36 тысяч. Я прокачал 3 бананово-исследовательских лабораторий. И все такое. Теперь мы копим. И я как думаю, я сделал действительно правильный шаг. Придал еще один примаглев. Воплощение ярости прокачал. Сейчас тоже обзянный ниндзя продаю. Потому что уже его липкие снаряды уже не так для нас полезны. На самом деле. А тут вот если мне интересно еще посмотреть. Сколько улучшения стоит. Сейчас это 100, 300, 2500. А я не успеваю, блин. Простите. А, 600. То есть, давайте сейчас вот посчитаем, сколько нам примерно надо на одно воплощение ярости. То есть, 2500 плюс 600, 1100. Тут у меня, кстати, проблемы. Здесь надо перезайти. Здесь я прям вовремя решил перезайти, потому что была проблема с камуфляжем. Итак, чтобы нам прокачать одного друида для помощи, нам надо по итогу... 3500. Да, вот 3500 выходит. Их надо 5. Следовательно, это 17500. И как бы пока еще воплощение ярости прокачаем. Ну, это в итоге выходит под 1070. Чтобы прокачать Мэда. Нам нужны примерно прям такие же деньги. Может быть, чуть-чуть подешевле. Но, как по мне, все-таки воплощение ярости, оно более универсальное. Оно действительно может защищать не только босса, но и всех вот этих вот муабов, которые вылетают из него. И также потом еще дирижабли... Ой, дирижабли. Потом еще шары, которые вылетают из этих дирижаблей. Тут я уже себя почувствовал уверенным. Прокачал этих вот друидов. Прокачал, чтобы видеть камуфляж. И уже можно откладывать деньги на прокачку дальнейших исследовательских лабораторий. К счастью, деньги начали приходить хорошие. Пока мы справляемся. Ну, еще даже половину не смесли. Немного, конечно, не по себе. Но все вроде бы в порядке. Также, пожалуйста, напишите в комментариях, кто из вас уже прошел этого элитного босса. Потому что я так и не ожидал, что он выйдет в пятницу. Для меня это было полное удивление. Но все-таки я смог пройти. Я рад этому. А так как говорили, что в субботу выйдет обновление. Я не знаю, во сколько оно выйдет. Мне самому сейчас очень это интересно. Может быть, пока я записываю озвучку, обновление уже вышло. Просто я думал, что оно выйдет примерно во столько же, сколько и босс. А босс обычно выходит... Ой, вот тут, кстати, тоже было опасно. Тут тоже надо перезайти и прокачать, пожалуй, подводника по верхней линии. Босс обычно у нас выходит в 11 часов по московскому времени. Следовательно, по-моему, это будет 13 часов. И я вот как раз-таки пока этого босса записывал прохождение, у нас наступили эти 13 часов. Я захожу, а что-то обновления нет. Перезошел в игру, тоже обновления нет. Я такой, ну да ладно. Буду записывать озвучку. Так, прокачал подводника и добавил еще одного примоглефа на выходе, на всякий случай. Так как он действительно тут будет очень нам полезен. И уже у нас как бы дела в ТЭД получше. Так. Теперь я уже с полной уверенностью трачу все деньги на прокачку наших ферм. Потому что это надо. Это надо очень сильно. И сразу же после того, как я их прокачаю, я сразу же ставлю деревню. Хотя можно было, наверное... Я вот сейчас так думаю, что деревню можно было даже пораньше поставить. Так, тут у нас третий класс. Или второй класс. Да. Второй класс побежден. Мы перезаходим, чтобы тут что-нибудь продать. Ну, что-нибудь это я буду, разумевая, под друидов наших. Здесь я нечаянно продал алхимика. Я такой, да ничего страшного. Все равно она мне пригодится, наверное. А нет, как бы... Потом я подумал и такой... Ладно, верну. Немного обидно вот за вот это, конечно. Что так все вышло. Это я, наверное, потратил лишние полтысячи или тысячу за то, что продал. И того же поставил. Так. А вот здесь я, кстати, уже потом только заметил. Чуть ли не на последних раундах. Что я не продал одного примоглева, который справа. Я его просто не увидел. Типа, блин. Так бы мне хватило на прокачку деревни сразу же. Это было бы получше. И тут я сразу же начинаю формировать уже второй такой квадрат. Не знаю. Я на видео его успел и кругом назвать, и квадратом назвать. Ну, он такой, знаете, квадрат, который окружает деревню. Вот. Все объединил. То есть двумя это будет нормально. Сразу же вот еще одного фермера поставлю. Чтобы так уж не сосредотачиваться. Тут, к сожалению, деревня нам помешала. Мне пришлось ее продать. А тут уже другая банановая ферма мешает. Немного криво тут начал расстанавливать. Ну, по итогу у меня все равно все вышло. Денег-то накопилось уже немало. И деревня, к сожалению, уже не влезает. Вот тут сразу же вкачиваю все. И, как вы видите, из-за скидки, там, я на каждой ферме экономлю минимум полтысячи. Ну, как, не, не полтысячи, даже, наверное, 800 где-то долларов. А 800 на 8 это как бы 6400. То есть минимум 6400 у нас идут как в плюс. А с учетом того, что благодаря вот этой деревне еще заработок увеличивается, то мне так кажется, буквально спустя пару раундов эта деревня у нас уже окупается с лихвой. Так. Тут идем дальше. Уже много у нас исследовательских этих. Есть лабораторий. К счастью, примаглев и обезьяны-ниндзя у нас тоже справляются. Прям без каких-либо трудностей на самом деле. Если что, тут для подстраховки есть и подводник. И еще оказывается на выходе один примаглев, о котором я даже не подозревал на данный момент. Тут я решил продать все фермы, знаете, чтобы... Вот, точнее, все рынки. Чтобы ускорить строительство лабораторий. Так как я все-таки считаю в том, что они нам больше будут приносить и быстрее будут окупаться. А с учетом того, что они еще под влиянием деревни. То есть, как бы... Я расставил такие вот приоритеты, по крайней мере. До следующего босса уже всего 5 раундов. И это немного уже настораживает. Так как я к 80-му раунду на элитном боссе стараюсь сделать парагона. То есть, вот каждый раз как-то вот... Именно хочется создать вот парагона. Потому что с ним чувствуешь себя увереннее. А тут вот так вот все. Продаю одного примоглифа и ставлю сюда обезьяну с дротиками. Прокачал ее 2 раза наверх. Тоже не понял прикола. Типа, зачем я это сделал? Я обычно всегда посередине качал. И мне кажется, посередине это будет получше. Так, продаю алхимика. И просто их окружаю со всех трех сторон, чтобы они наносили какой-либо урон. И как бы вот. До самого босса 3 раунда. А нам надо еще накопить-то целых 320 тысяч. При этом я хочу еще поставить несколько обезьян с дротиками. Чтобы хоть как-то ему да повысить степень. Чтобы она не самая вот такая вот обычная была первая. А повыше. Я, конечно, не смотрел. Надо будет в интернете посмотреть, насколько зависит урон от степеней. Потому что мне так кажется, что все-таки он влияет довольно-таки сильно. Не добавляли же бы они тогда вообще эту штуку. А если не добавили, то так и надо. Не только же внешнему виду меняться. Так. Семьдесят восьмой раунд. Пока идем. Вообще все хорошо. Но денег у нас довольно-таки мало. Почти 50 тысяч. А нам надо еще 300 тысяч. А потом еще прокачать несколько. Обзем с дротиками. А, это что у нас? Это у нас еще 1050 выходит. Может даже чуть побольше. В этом деньги нужны большие. И как бы я понимаю, что нам надо будет пропустить нашего босса в долгое плавание. Но не знаю, насколько долгое, чтобы мы потом смогли еще отыграться. А то мало ли что. Так, здесь мы просто ожидаем. Стараемся проходить раунды. Чтобы они откатывались. И чтобы нам как бы побольше давалось денег. Будем тут смотреть. У босса уже 2 миллиона хп. И как бы вот нашей командой, которая у нас сейчас есть, 2 хп мы точно не снесем. Ой, 2 миллиона хп мы точно не снесем. Пока что мы снесли, ну, 16 тысяч. Невероятный урон. Какой есть, такой есть. Как говорится. Так. Но при этом мы накопили уже 150 тысяч. А это неплохо. Но при этом босс-то уже далеко пролетел. Уже половину первой линии сделал. Завершил полностью. И как бы я уже к этому моменту понимал, осознавал то, что пару лабораторий продать мне придется. Как бы, да. Все-таки будет проблемно без всего этого. Получить все эти деньги. Мы, конечно, могли бы еще подождать пару раундов. И, может быть, и не пришлось бы продавать наши лаборатории. Но по уничтожению босса из него же будут вылетать ДДТ. А ДДТ это действительно очень опасно. Так как, если босс долетает довольно-таки далеко, то все, уже с ним справиться будет очень даже сложно. Как вы видите, вот он уже. Он уже преодолел почти половину пути. Из вот этих вот трех дорог. И тут у меня, бац, новый уровень. Я такой, о, прикольно. Плюс одно обезьянное знание. Как раз ведь в обновлении добавят обезьянные знания новые. Я не знаю, сколько их будут. Я знаю только про одно. И это будет нам знание давать одну бесплатную обезьяну-клейметчика в каждой игре. То есть он, видимо, будет как обезьян из дротиконов. Тут я, кстати, увидел этого примоглефа. Я такой, офигеть, что ты тут делаешь? И все, тут уже начинаю вот прокачивать. Как вы видите, а прокачка-то дорогая. А тут стоит-то на каждого. Чуть ли не... Ну, по 9 тысяч. А я вот уже поставил их 6. Нет, видимо, 6 хватит. Я все уже прокачиваю, потому что он довольно-таки далеко залетел. 13 степень. Как бы не очень большая. Ну, хотя бы не первая. Вот, знаете, тоже хорошо. И вот вы видите, ДДТ уже вылетают. Мне уже довольно-таки далеко. Я тут сразу же начинаю заниматься восстановлением. Ставить обратно все эти фермы. Прокачивать. Ну, тут я понял, что можно же поставить моего любимого принца тьмы. Который будет помогать своими... Как бы на свою сторону возвращать шары. И они будут помогать справляться с ДДТ. Они действительно очень хорошо помогают их уничтожать. И я его тут подставил чисто для подстраховки. И мне даже вот интересно, на самом деле зря я его здесь поставил или нет. Ну, как мне кажется, у нас реально как бы тут спасало. Вместе с парагоном они наносили большое количество урона. И мы пока что живем. Все, у нас исследовательские лаборатории все опять восстановлены. 90-й раунд. Ну, 91-й уже. И как бы почти мы справились с третьим классом. Ух, все. Мы его уничтожили. Сразу же я продаю нашу эту обезьяну мага. Потому что он уже нам не так уж и тут нужен. Коплю на банановый централ. Чтобы потом сразу же нам прокачать обезьяну инженера. Прокачать ее до разгона. И постоянно разгонять этот банановый централ. Это нам очень надо. Чтобы больше денег зарабатывать. Я не знаю, насколько это полезно. Но я знаю, что это как минимум полезно. А эти 12 тысяч на разгон. Они, мне кажется, окупились и даже не раз. Как минимум в раза 3-4. Даже может быть больше. И все, тут я ставлю этот Уолл-Стрит обезьяний. Просто уже по приколу. Потому что он тоже ведь дает дополнительные большие деньги. А нам сейчас это как-никак нужно. Такой подумал, еще рынков добавить. Тут уже прям держу. Такой, ну все, надо, да. Постараюсь. Потом, конечно, я их продам. Но хотя бы временно, пускай они принесут деньги. Старался, конечно, отслеживать постоянно этот разгон. Чтобы как только он заново появлялся. Я его сразу же использовал. И вот банановый централ. Действительно приносит хорошие для нас деньги. Следующим парагоном я сразу же решил ставить нашу Вознесенную Тень. Потому что я понял, что здесь очень важны эти мины. Тут я поставил как бы обычную обезьяну ниндзя по верхней линии. И к ней алхимика тоже по верхней линии, чтобы она ему его бафала вечным этим зельем, отваром. Или как он там. Поставил еще одну, третью уже обезьяну. И чтобы они, знаете, так копили хоть какой-то урон. Чтобы было все нормально. Но при этом нам надо 600 тысяч на него. А уже через 2 раунда у нас пойдет босс. А я как бы хочу еще поставить несколько обезьян ниндзя. Чтобы так же парагон степень получил побольше. И все. Босс уже есть. Немного тут страшно началось. Потому что я понимаю, 8 миллионов. Конечно же, наша владыка плазма наносит большое количество урона. Вы посмотрите, уже полмиллиона она снесла. Но одна она точно не справится. И как минимум нужна какая-то поддержка. А тут вот, кстати, если мы посмотрим. Например, за одну половину линии она уже снесла миллион урона. Миллион урона это неплохо. И как бы за 3 линии она бы нам снесла под 6 миллионов. А это тоже как бы очень большой урон. Очень хороший. Но его недостаточно. А тут же при этом вылетают из них еще. А это тоже надо уничтожать. А потом владыка плазмы тоже на них заагривается. И уже по боссу урон не такой сильный проходит. Но несмотря на это, бонус рикошетов это действительно такая вещь. Она помогает просто уничтожать все вражеские строения. Вот эти летучки. По всей карте. Абсолютно прям вот по всей. Так, тут мы уже накопили на вознесенную тень. Тут я чуть немного затупил. Потому что, наверное, надо было пораньше ставить обезьян ниндзя вот таких вот. Прокачивать их побольше. Потому что как бы мне тут уже хватает на прогоны. И хватает еще больше денег. И как бы к этому моменту я бы мог уже его поставить. Поэтому я тут как-то в спешке сижу. Не то тыкаю. Еще даже на лабораторию нечаянно нажал. Я уже максимально пытаюсь собраться с мыслями. И вот, кстати, уже 2,5 миллиона урона нанес у нас владыка плазма. И как бы хороший урон. Вообще здорово получается. Так, улучшаю парагона. 21 степень. Это очень хорошая степень. Она даже у нас выше, чем у владыки плазма. И вот сейчас прям, ну, намного лучше будет. Я себя чувствую увереннее уже. Ничего я не продаю из наших ферм. Потому что нам еще копить и копить. 108 раунд. Потом у нас до следующего босса. 112 раундов. А нам еще этого надо уничтожить. Но мы ему хотя бы уже снесли большую часть хп. А с двумя парагонами мы будем их разносить намного быстрее. Все-таки это вознесенная тень. Взрывчатку. Ну, это, знаете, такие печати, как из Наруто взрывные. Я не знаю, может быть, где-то еще есть такие вот взрывные печати. Ну, это прям прикольно. Типа такая отсылка. И дамажит очень сильно. У тебя, кстати, вы можете заметить, пытаюсь поставить третьего флибустьера. Потому что я понимаю, что морской наварг нам тут тоже очень необходим. Он очень тут нам важен. Хоть мы можем и сделать первую степень всего. Потому что больше трех нам здесь не поставить. Разве что если не использовать какие-то бассейны. У меня, конечно, они есть. Их накопилось довольно-таки большое количество. Но я решил не пользоваться ими. Как-то что есть, то есть. Вот фермеры можно использовать. А вот что-то другое пока что хватит. Так. И вот все. Мы тут справились. К счастью, четвертый класс тоже побежден. 110-й раунд. У нас есть 10 раунд. Ну, уже 9 раундов. Чтобы подготовиться к нашему последнему бою, вы можете... Вы только что могли увидеть на секунду, что банановый централ нам уже принес под 330 тысяч. Это очень много с учетом того, что исследовательская лаборатория, которая стоит рядом с централом, нам принесла всего 150 тысяч. И как бы это показывает, что за малый промежуток времени банановый централ нам принес под 150 тысяч. А это очень даже много. Ставлю дополнительных обезьян, чтобы их прокачать до господина Глеба. Пытался поставить обезьян с двумя рангами на скамейку, чтобы также им повышать какой-то урон. Ну, они не влезают. Может быть, я как-то криво сделал, но они правда не влезают. Немного обидно из этого, но что поделать. Так, 300 тысяч уже накопил. А надо как бы еще побольше, в разы побольше нам денег. Ну, за 6 раундов, глядишь, может быть, что-нибудь еще нормальное наберется. Так, обезьянность с дротиками у нас уже нанесла 10 миллионов, а вознесенная тень уже 7,5 миллионов урона. Несмотря на то, что мы ее поставили как бы намного позже, чем владыку плазмы. Так, 116 раунд. 400 тысяч у нас уже есть. И это на самом деле неплохо. То есть, как минимум, это господин Глеб уже может быть у нас. Ну, мы, конечно, идем дальше. Копим. И он. Теперь нам уже именно навар хватает. Но мы это пока вообще просто ждем и ждем, ждем и ждем. Потом уже по мере действия будем что-то прокачивать, что-то улучшать. Тут я начал ставить бумерангов. Все-таки хочу сначала поставить господина Глеба, потому что именно для него мы можем сделать степень побольше, чем одна. И, следовательно, может быть, он будет наносить больше урона, чем наварх. Хотя я в этом сомневаюсь, так как наварх это действительно это такая крутая башня. Ну, такой крутой парагон, который наносит даже на первой степени невероятное количество урона. Прям огромное. А если же сделать сотую степень, так это вообще здорово будет. Это очень круто. Так. Все, босс у нас появился. Немного ставлю обезьян с бумерангами. И теперь я как-то понимаю, что я безумно хочу парагон обезьян-алхимик. Так, вот создаем еще одного парагона. 18 степень. Неплохо. Все скопим наварха. И я думаю, что обезьяна-алхимик это действительно это будет такая крутая обезьяна. Если ее сделают плохой, я буду кидать жалобу. Потому что, как бы, у нее ведь есть прокачка. Так. Я тут куть всего продаю, чтобы прокачать морского наварха. Вот. Наша первая степень. Все, что нам и надо. Все, что мы и хотели. И как бы уже 6 миллионов мы снесли. Пока что идем нормально. И вот я вам сейчас договорю. Обезьяна-алхимик по нижней линии очень много наносит урона. Она прям обгоняет парагона своей способностью, которая позволяет превращать все вот эти вот муавы, дирижабли в красные шарики и хлопать. И это сразу же она одним ударом так минус 200 тысяч. И это прям очень круто. А парагон как по мне он не может быть слабее этой фазы. Если так получится, что нижняя нижняя обезьяна-алхимик сильнее, чем парагон обезьяна-алхимика, то это будет ненормально как по мне минимум. Так что интересно, что они придумают. Но обезьян-алхимик наверное будет стоить очень дорого. почему-то мне кажется, что под миллион где-то. Так как она же еще будет давать бафы сильные скорее всего. И может быть эти бафы будут действовать даже на парагонов. Потому что парагон-парагон это наверное может как-то бафать. Я понимаю, если обычная обезьяна-парагона не может. А тут-то вот такая вот супер-алхимик. Он наверное супер-зелье должен делать. так я коплю деньги решил поставить супер-обезьяну по верхней линии чтобы может быть бога солнца создать. Но нам надо большое количество денег. Храм солнца по крайней мере я сделаю. И 20 миллионов хп мы уже снесли нашему боссу. Это ровно порог половины. И он как бы пролетел полторы линии из трех. И это как по мне хороший показатель. То есть уже мы прям много всего сделали. Я что-то с ускорением немного забыл что можно ускорять банановый централ. О ускорил вот только вспомнил молодец. Потому что я думал вдруг мы успеем накопить еще эти 500 тысяч для того чтобы все-таки сделать бога солнца. Хотя как по мне он наносит меньше. Наносит меньше чем парагоны. хотя стоит столько же а иногда даже и больше во многом. Ну и так его уже знаете как для количества добавил может хоть что-нибудь он да нанесет. Но все равно меня радует то что пока у нас идет прям все нормально. У босса уже остается всего 11 миллионов хп. пока я это выговаривал уже как бы 10 миллионов остается и следовательно мы его уже пробили 30 миллионов. Это очень много. Но меня вот прям пугают эти укрепленные фиолетовые дирижабли. Но к счастью мы с ними пока что справляемся. Я держу скилл морского наварха чтобы хотя бы одного забрать. Хотя это не очень сильно влияет так как у парагонов основном весь урон идет по радиусу. То есть они наносит урон не только одной цели а сразу же нескольким. Следовательно и вот все вот эти укрепленные дирижабли они также одновременно сносят. Такой ладно. Все равно буду использовать. Причем бы и нет. И тут вы видите мы с ними справились и у босса остается всего 3 миллиона хп. Совсем чуть-чуть. Давай же. И как бы я понимаю что укрепленные из него уже не вылезут. То есть это все это последний рубеж. И у нас остается последний миллион. И что мы делаем? Конечно же мы его добиваем. По другому и быть может я так много старался. Все побежден. Мы справились. Классно победа. Блунариус побежден. Обязано финансист. Заработано денег 3 миллиона 155 тысяч. Шаров пробито 75 миллионов. Брашен. Башен размещено 98 тысяч. Как бы вы видели у нас обезьяна звезда. Это была наша вознесенная тень. Она у нас нанесла действительно большое количество урона. Прям невероятно здорово. А на этом я наверное буду заканчивать это видео. Я надеюсь оно вам понравилось. Ставьте лайки подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. как вам все. А с вами был Виктофон. Всем удачи и всем пока.